Спасибо большое. Хочу тоже поприветствовать наиболее стойких участников нашей конференции, потому что мы много времени уже потратили на обсуждение вопросов. Но это еще раз подчеркивает сложность и диагностики, и лечения, и неоднозначность очень многих позиций, которые сегодня активно продолжают изучаться. Мне бы хотелось только один комментарий добавить к той дискуссии, которая у нас развернулась, когда мы обсуждали адювантную терапию меланомы, в частности, результаты метаанализов. Мне кажется, основной посыл метаанализа в том, что он вообще подтвердил, что интерферон работает у пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания. Но мы понимаем, что исследования, которые были включены в этот анализ, настолько гетерогенные по группам пациентов, по дозам, по длительности лечения, что, конечно, в таких разнородных данных очень сложно было показать, что какой-то из режимов обладает явным предпочтением. И вывод, с моей точки зрения, был сделан не такой, что низкие дозы и высокие равноэффективны. То, что просто этот анализ не смог показать наиболее эффективный по длительности и по дозам режим. И надо сказать, что вообще такой ответ мы можем получить только, если мы проведем рандомизированные исследования и напрямую сравним высокие и низкие дозы в одной и той же популяции больных. Таких исследований не было. И даже тот протокол 16-90, где сравнивались и высокие дозы, и низкие, но сравнение было с наблюдением. Но там было показано, что высокие дозы дают статистически значимый эффект, ну, прежде всего, на выживаемость без прогрессирования. А вот эти рекомендации я провела ЭСМО для того, чтобы просто обратить ваше внимание, что несмотря на вот эти вот постоянные обсуждения высокодозных режимов и низкодозовых режимов, даже такая, так скажем, консервативная и очень осторожная организация, как ЭСМО, а это рекомендации 2012 года, последние, пока нету более современной версии, но даже ЭСМО вынесла высокодозную терапию интерфероном для пациентов с третьей стадии. Ну, это просто был вот такой мой небольшой комментарий. Ну, зачем нам, собственно говоря, обсуждать международные рекомендации, когда мы на общем фоне выглядим достаточно бледно? Как вы видите, из большого количества, а это уже раз, два, три, четыре, пять препаратов и комбинация препаратов, зарегистрированных и доступных в Соединенных Штатах и Европе, у нас пока, к сожалению, зарегистрировано только два ингибитора. Бираф, это вимурофенип и доброфенип. Но, с другой стороны, вот, казалось бы, что проще, такое обилие препаратов использую, лечи пациентов. Но опыт литературы говорит о том, что на самом деле нет, здесь очень много вопросов, которые сегодня активно обсуждаются, и вопросов, на которые нет пока ответов, еще только увеличиваются. Поэтому мне кажется, что если мы сегодня в таких несколько ограниченных условиях выбора терапии все-таки будем уже сейчас следить за вот этими дискуссиями, обсуждениями, то все-таки, возможно, тогда, когда у нас эти препараты появятся, мы уже будем более опытными, хотя бы с чисто теоретической точки зрения, да, и это позволит нам избежать возможных ошибок и все-таки выбирать наиболее оптимальную препарату и комбинацию препаратов для конкретного пациента. Ну, рекомендации НССН. Все мы их хорошо знаем. Что они нам говорят? Что химиотерапия практически вытеснена из режимов, предпочтительных для назначения пациентам с метастатической меланомой, без каких-то особых подробностей и уточнений, когда и кому что назначать. Рекомендации ЭСМО тоже, на самом деле, так не особенно этот вопрос детализируют. Ну, что, по крайней мере, рекомендует ЭСМО? Это, во-первых, определение мутационного статуса, начиная уже с этапа появления регионарных метастазов. Обязательным является определение мутации БИРАФ у пациентов с метастатической меланомой, но также желательно определение и вот этих мутаций, НРАС, СИКИД и мутаций, характерных для увиальной меланомы. Первое, конечно, это роль определения этих мутаций для того, чтобы отбирать пациентов для идущих клинических исследований. Ну, и сейчас активно изучается прогностическая значимость этих мутаций, поскольку не так всё однозначно. Какие-то работы говорят, что БИРАФ улучшает прогноз, какие-то говорят, что он его ухудшает. Ну, во всяком случае, вот это то, что сейчас исследуется. В качестве стандартов лечения рекомендации ЭСМО предлагают использовать у пациентов, независимо от статуса мутации БИРАФ и Пелемумаб, и для пациентов с мутацией БИРАФ – это ингибиторы БИРАФ первой и второй линии. ЭСМО оставляет ещё роль химиотерапии в тех ситуациях, когда или нет доступа к новым препаратам, или нет возможности включения пациентов в клинических исследованиях, что, естественно, более предпочтительно. Но, тем не менее, определённые уже такие намёки всё-таки на то, как можно выбрать между тем или иным препаратом для конкретного пациента, рекомендации ЭСМО дают. Так, всё-таки, ингибиторы БИРАФ предлагаются рассматривать в качестве предпочтительного режима. В тех ситуациях, когда у пациента есть большой объём опухоли, есть наличие симптомных метастазов, есть метастатическое поражение головного мозга, из предшествующих сообщений вы уже видели, что действительно БИРАФ-ингибиторы дают быстрый и такой выраженный клинический ответ. Подчёркивается, что в настоящее время нет убедительных данных, которые бы говорили, что последовательность, вернее, которые определили бы оптимальную последовательность назначения иммунотерапии и таргетной терапии. Мне кажется, что наиболее в этом плане детализированно и продуманно подошли немецкие онкодерматологи, которые разработали систему S3 Guidelines, то есть это диагностика, терапия и динамическое наблюдение за пациентами. При этом также подчеркнули, что это на самом деле мнение тех авторов, которые работали над созданием этих рекомендаций. Что предлагают эксперты, занимающиеся диагностикой и лечением меланомы? При определении оптимальной тактики лечения пациентов предлагается, кроме определения БИРАФ, на первом этапе это определение мутационного статуса, а именно мутации БИРАФ и ЦИКИД. Дальше во внимание предлагается, насколько большой объём опухоли у пациента и вызывают ли это какие-то симптомы. А также, каково биологическое вообще течение, это быстро прогрессирующая или медленно прогрессирующая опухоль. Для пациентов, у которых присутствует мутация БИРАФ, но они имеют небольшой объём опухоли, они имеют медленное прогрессирование заболевания, в качестве первой линии терапии предлагается или участие в клинических исследованиях, допускается использование химиотерапии и возможной опцией является эпилемумаб. Если болезнь при использовании первой линии прогрессирует, то тогда уже на втором этапе подключаются ингибиторы, БИРАФ-ингибиторы. И уже в качестве третьей линии терапии могут быть использованы полихимиотерапии или клинические исследования, или вообще наилучшая поддерживающая терапия. Если же мутации нет, или мутация есть, но болезнь имеет такую активную тенденцию к распространению, большой объём опухоли, то на первом месте стоят или клинические исследования, или назначение ингибиторов БИРАФ. Для пациентов, не имеющих мутации, здесь выбор опции меньше, поэтому если мы также имеем медленное развитие болезни и небольшой объём опухолевой массы, то препаратами выбора являются клинические исследования, монотерапия и опять же эпилемумаб. При прогрессировании это клинические исследования, эпилемумаб и монохимиотерапия. Как видно из этих рекомендаций, что принимается во внимание при определении тактики лечения? Безусловно, это мутационный статус опухоли. Причём, мне кажется, очень интересное такое объяснение, почему кроме… Ну, понятно, что мы смотрим мутацию ЦИКИД, она не только встречается при меланоме слизистых, но и при акральных локализациях кожной меланомы. Зачем нам нужна мутация НРАС? Ну, во-первых, это возможность участия пациента в клиническом исследовании, если таковое имеется, но в то же время определение этой мутации – это определённая такая перестраховка или дополнительная опухоль, потому что если мутация БИРАФ положительная, а ЦИКИД отрицательная, то мы можем быть уверены в результатах проведённого анализа. И поскольку, как мы хорошо знаем, это взаимоисключающие мутации. Если мы вдруг случайно увидели, что у пациента и БИРАФ и ЦИКИД положительный, вернее, и БИРАФ и НРАС положительный, то, значит, что-то сделано неправильно, и надо провести повторный анализ. Мне кажется, что, в общем, это заслуживает внимания, поскольку понимаем, что за назначением БИРАФ-ингибиторов стоят не только большие деньги, но и, на самом деле, риски для пациентов. Следующее, конечно же, принимаются в внимание особенности действия препарата, распространённость опухолевого заболевания, наличие симптомов болезни и скорость течения. Что имеется в виду, когда мы говорим об особенностях действия того или иного препарата? Если говорить об ингибиторах БИРАФ, мы хорошо знаем, что, во-первых, у них есть, и это безусловный плюс, это предсказательный маркёр эффективности, а именно наличие БИРАФ-мутации. И эти препараты как раз-таки обладают прямым противоопухолевым действием, но, опять же, на те опухоли, где есть для этого мишень. Мы знаем, что ответ на терапию, как правило, наблюдается очень быстро, и эти препараты обладают высокой эффективностью. В качестве, так сказать, такого определённого недостатка и серьёзного недостатка этих препаратов считается сегодня, конечно, короткая, ну или не очень длительная продолжительность ответа у большинства больных. Это не исключает того, что отдельные пациенты могут получать эту терапию достаточно долго и не иметь признаков прогрессирования, но всё-таки большинство пациентов рано или поздно к этой рефрактерности придут. И, кроме того, мы должны помнить о риске развития злокачественных образований кожи и не только. И это вот, тут уже поднимался вопрос о мониторинге нежелательных явлений, и это то, на что сейчас обращают внимание, поскольку появляются пациенты, более длительно принимающие эти препараты. И мы хорошо знаем эти данные. Действительно, сравнение таргетных препаратов ингибиторов беразда карбазины показало, что по всем позициям они обладают преимуществом по сравнению со стандартной химиотерапией у пациентов, имеющих эту мутацию. Вот здесь тоже интересно посмотреть. Это был проведён анализ уже в отдельных подгруппах по снижению вероятности прогрессирования болезни на вимурофенибе или на дакарбазине. И вот мы можем видеть, что в зависимости, если мы посмотрим по стадиям заболевания, то вимурофенибе чётко совершенно показал свои значительные преимущества, независимо от локализации метастазов и вообще независимо от этой стадии. Также сравнимые результаты его отмечены и независимо от уровня ЛДГ, и независимо от статуса ЭКОК, что позволяет рассчитывать нам на эффект этого препарата и у пациентов с не очень хорошим самочувствием, и у пациентов с висцеральными метастазами. Особенности эффектов ингибиторов CTLA-4, в частности, пельмумаба. Ну, безусловно, мы должны помнить, что эффект этого препарата развивается посредством активации циклеточного иммунного ответа, и у препарата нет прямого опухолевого действия. Из этого следует то, что для развития этого эффекта необходимо время, и вообще ответ наступает не очень быстро, однако у некоторых пациентов этот ответ может реализоваться после короткого, ну, или определенного периода прогрессирования. Но, кстати, частота такого события не очень велика, всего лишь 16%, как было показано в этом году. Несмотря на то, что частота объективных ответов не очень высока, но, тем не менее, примерно у третьих пациентов удается добиться ответа на терапию, либо в виде ее уменьшения, либо стабилизации. И самое главное, мы можем получить длительный контроль над заболеванием. Таким образом, представляется, что идеальными кандидатами на терапию пилимумабом это пациенты с небольшой опухолевой массой, не имеющие выраженных симптомов заболевания, с выраженным, с медленным вариантом течения болезни, независимо от статуса БИРА в мутации. По крайней мере, сегодня пока не получено статистически значимых различий в эффективности именно иммунотерапии у пациентов при наличии БИРА в мутации или нет. Но мы должны просто обратить внимание, что, во-первых, все те анализы, которые сейчас приводятся в литературе, как правило, они все ретроспективные и пока включают очень небольшое количество пациентов. И вот если мы посмотрим, скажем, на пациентах, имеющих БИРА в мутацию, статус позитивный, негативный, то мы нигде не увидим статистически значимых различий. Но вообще-то различия все-таки прослеживаются, например, по, скажем, частоте полных ответов, по частоте частичных ответов. То же самое и для НРА с мутацией. А вот другой анализ показал интересные данные, но, опять же, очень небольшое пока количество пациентов. Но, тем не менее, речь идет о пациентах, имеющих НРА с мутацией и не имеющих ее. Вот здесь первые цифры – это для пациентов с мутацией, вторые цифры – для пациентов без мутации. Оценили эффект иммунотерапии в целом. Это 32,18%. Между прочим, статистически значимые различия. Частота контроля над заболеванием, то есть частота объективных ответов и стабилизации – 49,30%. И, по сути, в подгруппах мы видим то же самое. При использовании антипидиантител достаточно серьезные различия. При использовании эпилемумаба может быть чуть меньше, но, тем не менее, они тоже есть. То есть пока, на самом деле, это такой вопрос еще окончательно не решенный. Как выглядит все-таки эффективность эпилемумаба в различных прогностических подгруппах? Вот это первое исследование, где эпилемумаб сравнивался с вакциной. И мы здесь можем посмотреть, что, скажем, если мы возьмем пациентов с условно более благоприятными стадиями метастатической меланомы, а это 1А и Б, и сравним их с эффективностью эпилемумаба в М1С, то мы видим, что эффект препарата на выживаемость, на общую выживаемость, он значительно больше именно в этой прогностической, ну, чуть более благоприятной группе, чем у пациентов, имеющих отдаленные висцеральные метастазы. Такие же различия прослеживаются и при наличии более высокого уровня ЛДГ. Таким образом, вот роль, скажем, этих маркеров продолжает обсуждаться, но сегодня пока мы не можем говорить, что пациенту с высоким уровнем ЛДГ мы не должны делать эпилемумаба. Это то, что требует подтверждения. Ну, а общая эффективность, она действительно, в общем, очень клинически значимая, причем мы это видим не только на результатах рандомизированных или ретроспективных исследований, но все-таки это, как правило, исследования, которые определенные ограничения вводят на включение пациентов. По данным 12 таких исследований, медиана общая выживаемость составила 11%, трехлетняя выживаемость 22%. Мы аналогичные данные видим и в программах расширенного доступа. Как показывали сегодня мои коллеги, это уже программы, которые допускают значительно более, включение значительно более такого широкого контингента пациентов. И, по сути дела, видим те же самые более 20% пациентов выживают больше трех лет. Более того, сегодня появились результаты наблюдения за больными, которые уже 10 лет прожили с момента применения эпилемумаба. И важно здесь обратить внимание на то, что если пациенты 3 года прожили после окончания терапии, то у них есть очень высокая эффективность и дальше жить без прогрессирования заболевания. Но все-таки мы понимаем, что, конечно, далеко не у всех пациентов препарат работает. И вот этот его эффект на общую выживаемость мы увидим у тех больных, которые объективно ответили на лечение или у которых была стабилизация. У тех пациентов, у которых развилось прогрессирование, мы видим, что эпилемумаб этой категории больных ничего не дал, потому что медиана выживаемости у них такая же, как мы знаем и по данным химиотерапии. Еще одним обсуждаемым моментом является то, с чего начать все-таки лечение. Начать ли его с ингибиторов, вбирав, естественно, у пациентов с мутацией. Или начать с эпилемумаба. Тоже пока наблюдения в основном ретроспективные и не контингент больных ограничен. Но, тем не менее, складывается впечатление, что все-таки более предпочтительно на первом этапе использовать эпилемумаб и затем переходить к ингибитору бирав. По крайней мере, вот эти данные, которые здесь приводятся, говорят, что при использовании вначале ингибитора бирав, а затем эпилемумаба, медиана общей выживаемости около 10 месяцев. А если мы используем в обратном, так сказать, их порядке, то мы можем получить более высокую общую выживаемость. И это же, кстати, прослеживается и в подгруппах пациентов с более высоким уровнем ЛДГ и у пациентов с отдаленными метастазами. Таким образом, я хочу сказать, что действительно вот эти два направления восстановления иммунного контроля над опухолью и индивидуализированный подбор терапии в зависимости от молекулярных характеристик, это реально новые, но уже хорошо зарекомендовавшие себя новые направления в лечении метастатической меланомы. И мы действительно видим, что пациенты, получающие это лечение, живут дольше. Но целый ряд вопросов сегодня не решен, они продолжают обсуждаться. Ну а нам хочется пожелать все-таки, чтобы и у нас в ближайшем каком-то в обозримом будущем тоже появилась возможность использовать эти препараты не только в клинических исследованиях, но и в нашей стандартной практике. Спасибо за внимание. Продолжение следует...